Ну и гости, конечно же, не заставили себя ждать. У меня сегодня первая в гостях Айгерим Курсенули, кондитер. Доброе утро. Как ваши дела? С чего началось ваше утро? Как обычно, с работы, работы очень много, кондитерское дело на самом деле очень сложное, хотя и, возможно, выглядит таким милым и легким делом. Ну и расскажите немножечко о себе и о своей профессии кондитера. Ну, скорее всего, наверное, стоит сказать, вообще сначала это всё началось с любви кулинарии в целом, то есть кулинарии, и далее потом уже пошло, наверное, к кондитерскому искусству. На самом деле это очень обширная тема. Любой человек сможет найти себя в этой сфере, поскольку от дизайнеров до инженеров, те, которые обучались, то есть в этой сфере, и те, которые становились кондитерами, они находят себя, и всё прекрасно у них получается. Например, есть инженеры, которые стали кондитерами, и они строят профессиональные, шикарные, шоколадные дома, поэтому это очень обширно. Как давно работаете? С чего начинали? Так, ну вообще сначала это всё началось дома, то есть начало просто интересоваться с детства буквально. Мне очень всё нравилось, и далее уже свои друзья какие-то, друзья-друзей, знакомые начали просить выполнить заказ, и так и получилось. Полтора года назад я выполнила свой первый заказ, сейчас уже работаю профессионально в этой сфере. То есть это повлияло больше сарафанное радио? Да. Ну и, наверное, социальные сети. Что является по-вашему самым сложным в вашей профессии? К коммуникации, наверное. Очень важно иметь хорошие коммуникационные способности, иметь, наверное, ещё стрессоустойчивость, поскольку ситуации бывают разные, клиенты бывают разные. Нужны ли какие-то особые качества человеку, который решил стать специалистом в вашей сфере? Да, это терпение, во-первых, потому что не каждый, я думаю, сможет простоять огромное количество времени на ногах, потому что это стоячая работа, нужно отметить. И, опять же-таки, повторюсь, стрессоустойчивость. Я смотрю, вы пришли к нам не с пустыми руками, у нас тут на столе капкейки с макарунами. Покажите, пожалуйста, и расскажите, как долго готовится примерно одна пироженка? Например, вот эти вот кейк-попсы, они готовятся очень быстро, то есть я привезла десерты, которые разной сложности готовки. Кейк-попсы готовятся очень быстро, капкейки, они средней сложности, и вот макаруны очень капризные десерты. Происхождение французское, и нужно учитывать очень много нюансов и тонкостей для того, чтобы приготовить идеальные. Но, насколько я знаю, для того, чтобы приготовить макаруны, нужны какие-то особые ингредиенты. Это мука, которая из чего? Да, миндальная мука. Миндальная мука. Её тяжело достать у нас? Нет, на самом деле, если знать некоторые магазины, которые, кстати, не засекречены, почему-то никто не ищет, всем легче спросить. Есть у нас несколько кондитерских магазинов, там легко, можно в лёгком доступе их купить любому человеку, поэтому там без проблем. Ну вот смотрите, какое-то новое слово я тоже для себя узнала. Кейк-попсы, что это такое, с чем его едят? На самом деле, это такой относительно новый десерт. Вообще всё это появилось с кэнди-баров, то есть это для детских праздников каких-то. И кондитеры придумали новый десерт, это кейк-попс, то есть это десерт на палочках. Очень удобно для детей, потому что они особо не пачкаются, они маленькие, удобно кусать. Можно бегать, с собой брать и кусать, и кушать. Слушайте, откуда чёрный цвет? Это краситель, я так понимаю, верно? Чёрный цвет, кстати, добывать очень непросто, точнее, добиться этого чёрного цвета. На самом деле, я сначала очень сильно мучилась с этим, потому что не каждая краска берёт, во-первых, пищевая, а во-вторых, нужно знать ещё несколько нюансов. Если хотите, могу раскрыть сейчас секрет. Хочу, конечно, хочу. Очень важно сначала окрасить крем в более тёмный цвет, это при помощи какао. Я об этом узнала относительно недавно. То есть мы красим капкейк, то есть крем-капкейк в какао. Он такой шоколадненький получается. И добавляем далее просто чёрный краситель. Вот это да! И получается насыщенно чёрный. Если, допустим, мы добавили бы просто чёрный краситель в белый крем, то, конечно, мы получили бы какой-то такой сероватый и грязный цвет. Ну, слушайте, очень много секретов сегодня у нас в эфире раскрываются. Расскажите мне ещё один. Что такое мастика, что такое айсинг? Так, на самом деле мастика была очень популярна в некоторое время. Но сейчас, слава богу, она мне, кстати, не нравится, она добавляет обороты. Это сахарная паста, которая покрывает торты, либо делает также ещё и фигурки. Айсинг — это глазурь. И обычно айсингом украшают пряники. Ну вот у нас прямо на экране выходят картинки новых тортиков, которые сейчас в тренде. Из чего они сделаны? Это все кремовые торты. Это вот все ваши работы, насколько я понимаю. Да, всё верно. Очень красиво. Спасибо огромное. Ух ты, какой единорожек. Это, кстати, мастика. Я каждый раз себе говорю, что не стану работать с мастикой, но когда меня просят приготовить какое-нибудь слепить животное, то я с радостью. А вот, наверное, мастичный торт покрыть мне не совсем нравится. То есть это огромное количество, во-первых, химикатов. Во-вторых, дети всё равно его не кушают, и как-то это бессмысленно получается. Что-нибудь приходит на замену мастике? Нет. Мастика либо есть, либо её нет, и её ничем не заменяют. Я всегда предлагаю своим клиентам просто кремовый торт. На самом деле есть огромное количество других технологий, которыми можно украсить торт. Поэтому в основном со мной соглашаются. Ну, слушайте, ассортимент, оформление тортиков обновляется с каждым годом всё больше и больше. Где достаёте идеи и идёте в ногу со временем. Опять же таки, как я говорила, кондитерское искусство, оно очень обширное, и каждый раз обновляется, можно сказать, со скоростью света, и очень тяжело угнаться за всеми тенденциями, идеями, которые нам преподают какие-то более искусные мастера. А так, конечно, есть всякие выставки, за которыми нужно следить, допустим, то же самое, как и недели моды. Да, например. Существуют такие выставки. Существуют такие выставки. И там, да. Да, и что-то наподобие этого. Есть фирменный десерт какой-нибудь ваш? Фирменный десерт, да, длинные брауни. Я бы отметила именно его. Недавно, кстати, начала его готовить, но именно этот десерт покорил сердца многих моих клиентов, и в том числе моё сердце тоже. Угу. Есть ли у вас какой-нибудь кумир в вашей сфере? На самом деле очень много кондитеров, которые мне безумно нравятся, работами которых я восхищаюсь, но, наверное, одного кондитера я бы не смогла выделить, это было бы нечестно по отношению к другим. Сейчас, на данный момент, я видела очень много оформления тортиков, ну, начиная от маленьких каких-нибудь забавных тортиков, которые начинаются, возможно, с единорожка, ну и заканчивая огромными дворцами, которые я видела тоже на просторах интернета. Какой самый удивительный дизайн, который вы видели, вдохновил вас и хотелось бы повторить? Угу. Я, наверное, не совру, если скажу, что популярный кондитер Ренат Акзамов, он кондитер в России, создаёт прекрасные торты, роскошные просто замки, и, конечно, я была очень вдохновлена какое-то время именно этими замками, но мне предстоит огромная дорога, огромный путь именно, наверное, к такому большому кондитерскому профессиональному делу, и надеюсь, что в будущем у меня всё получится. Ну вот, что касается будущего, чего бы хотели добиться в сфере кулинарии? Я бы хотела открыть свой кондитерский бутик, именно бутик, потому что это нечто более, я бы сказала... Новое. Да, это не кондитерский цех, не кондитерская кофейня, то есть это стиль вместе, наверное, с продовольствием, то есть именно с едой связанная. Какие десерты в новинку для нашего соотечественника? Так, на самом деле всё это обновляется, как я говорила, очень-очень быстро, десертов всегда очень много, но сейчас, наверное, на восходе это муссовые торты, муссовые десерты, и как раз-таки я планирую, наверное, в ближайшем времени освоить эти самые муссовые десерты. Ну давайте немножечко поговорим о кандибарах, их достаточно много на сегодняшний день, и начиная от самого замысловатого, заканчивая там огромными дворцами теми же самыми. Какой самый сложный кандибар вам заказывали? Самый сложный кандибар, я бы не сказала, что что-то мне давалось с особой сложностью кандибара, они на самом деле все нелегко готовятся, и что, допустим, на 10 человек, что на 50 человек уходит одно и то же время, одно и то же количество сил, поэтому я бы не стала что-либо выделять. Ну а если что-то вдохновляющее, и то, что ранее вам не приходилось увидеть? Так, много чего есть, конечно, но в Кыргызстане я бы не смогла бы отметить какого-либо кондитера, наверное, который смог бы меня вдохновить, или что-либо, или какой-либо десерт, который вдохновил бы меня. Опять же таки, на просторах интернета есть очень много всяких разных десертов, и нужно просто следить за тенденциями. Я, наверное, если буду перечислять все это, эфир будет очень долгим. Ну давайте как-нибудь резюмируем наш с вами разговор. Посоветуйте что-нибудь начинающим кондитерам. Я бы посоветовала набраться сил и терпения, во-первых, и во-вторых, нужно иметь огромную любовь к этому делу, потому что без любви ничего не получится, потому что это огромная работа, это очень тяжело. И если ты не болеешь всей душой этим делом, то опять же таки ничего не выйдет. И все терпеть, то есть всю, наверное, можно сказать, даже рутину, опять же таки, не выйдет. Спасибо вам большое, Герим, за то, что пришли к нам, порадовали нас своими десертами, рассказали много нового, ну и, конечно, уже раскрыли секрет черного мусса. Ну а я напоминаю, что с нами был кондитер Герим Курсенали. Оставайтесь вместе с нами, с телеканалом НТС.